Дмитрий Слово Божье. Вот просто о Нем говорить, размышлять. Аминь. Согласны со мной? Вот. Благословение перед чтением Торы. Берху Эт Адунай Хамевурах. Баруха Адунай Хамевурах Леолам Ваэт. Благословите Господа, которого надо благословлять. Благословим Господь, которого надо вечно благословлять. Баруха Та Адунай Легейну Мелыха Улам Ашер Бахарбану Миколь Хамим Бенатанлану Эт Торато. Баруха Та Адунай Нотен А Тора. Благословен Господь Бог наш, Царь и Владыка Вселенной, избравший нас из всех народов земли и даровавший нам Тору Твою. Благословен Господь Бог, Который дал Тору. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. На этой неделе, кто следит за недельными чтениями, мы с вами подошли к недельной главе, которая называется Китеце, или Когда выйдешь, как переводится это на русский, она находится в книге Дворим, второзаконие с 21 главы 10 стиха по 25 главу 19 стих. Думаю, ни для кого из нас с вами не секрет, почему мы следуем этой многовековой традиции и изучаем Тору, изучаем так называемый Старый Завет по недельным главам. Но, может быть, для кого-то это будет откровением, тем не менее. Мы знаем, что вся Библия, да, это Слово Бога. Мы верим в это. Аминь. Что это непосредственно Сам Господь через людей дал нам Свои слова. И как учит нас Писание, что все Писание, это второе послание к Тимофею, 3 глава 16 стих, все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Аминь. Поэтому, те недельные главы, которые мы с вами каждый шаббат вместе, как семья, рассматриваем, изучаем, проходим, они также полезны для нашего научения. Чему благодарны мы все Богу, конечно же. И о чем говорит нам наш недельный раздел КИТ-Ц? Он содержит невероятное количество правил, повелений, заповедей. И мы все с вами слышали, я уверен, такое понятие, как 613 заповедей. Все слышали? Вот. Так вот, 74 из них содержатся в сегодняшней недельной главе. То есть, каждая из этих 613 заповедей, она тем или иным способом берется из недельных глав, из всей Торы. И, соответственно, мудрецы сделали из этого всего такой сборник заповедей. И вот 74 из них содержатся именно в КИТ-Ц. И они в себя включают такие заповеди, как закон о красивой пленнице, закон о наследственных правах первенца, законы о восставшем сыне, о погребении и об уважении к телу усопшего. Описываются также в этой главе судебные процедуры наказания за прелюбодеяние, изнасилование или соблазнение незамужней девушки. Также за ложное обвинение мужем своей жены в супружеской неверности. Глава также включает в себя законы о чистоте военного лагеря, запрет возвращать сбежавшего в Израиль раба, обязанность платить подданному работнику вовремя. И заканчивается наша глава по велениям нам помнить, что он сделал нам всему народу Божьему или конкретно Израилю Амалек по выходе нашим или по выходе Израиля из Египта. Но все мы не будем конечно же разбирать эти заповеди, а основимся только на некоторых из них. Также вот если кто часто сталкивается с какими-то раввинистическими может быть толкованиями или просто интересуется иудаизмом чем занимаются наши еврейские братья слышали такое понятие как тикун улам слышал кто-то? Вот Александр спасибо вот это понятие если на русский язык перевести оно звучит как исправление мира и оно значит буквально когда праведные поступки нас с вами людей улучшают окружающий нас с вами мир или то есть всю вселенную то есть исправление всего мира и это понятие оно не просто выдумка человека какого-то еврейского мудреца а это понятие находится в писании более того оно находится в новом завете и если мы с вами откроем деяние третью главу то там мы находим с девятнадцатого стиха и так покайтесь и обратитесь это речь Петра перед народом обратитесь чтобы загладились грехи ваши да придут времена отрады от лица господа и да пошлет он предназначенного нам вам еще мессию которого небо должно было принять до времен совершения всего и вот это совершение всего если посмотреть в более оригинальный текст оно звучит как исправление всего или исправление олам мы знаем что олам это буквально или все или мир и вот отсюда мудрецы взяли вот это понятие тикунолам но к чему говорю это я и как это относится к нашему недельному чтению давайте вернемся непосредственно к главе второзакония Китеце это 22 глава и воспользуясь некоторыми повелениями а точнее некоторыми принципами которые ну вот в них просматриваются будем рассуждать дальше это 22 глава 3 стих там можно с первого начать когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся не оставляй их но возврати их брату твоему и дальше там написано так поступай и со слом его и с одежды его так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего которая будет им потеряна и которую ты найдешь нельзя тебе уклоняться от всего так вот вот это вот нельзя тебе уклоняться оно звучит как на иврите ло тухаль лей таалем у нас передено нельзя тебе уклоняться а более точный перевод звучит как не проходи мимо или другими словами простыми словами не игнорируй не будь равнодушен не закрывай глаза на проблему брата твоего как мы только что прочитали и если мы с вами будем руководствоваться вот именно этим принципом исходя из недельной главы что мы не будем проходить мимо проблем нашего брата а мы читаем что там проблемы различные то есть от потери вещей и дальше там глава описывает много разных причин по которым мы не должны проходить мимо не должны оставаться в стороне от проблем наших братьев и руководствуясь этим принципом мы сегодня с вами в нашей жизни когда вокруг нас не все так справедливо как хотелось бы не все так честно и по любви как хотелось бы может быть нам уже верующим будем вот делать повседневной своей жизни как вы думаете будет происходить вот это понятие тикун улама о котором говорят наши мудрецы если мы не будем равнодушными к проблемам окружающих нас людей будет ли исправляться этот мир вообще в принципе вся вселенная я думаю и убежден что это будет происходить потому что если мы будем руководствоваться этим мы будем руководствоваться не просто своим каким-то правилом не просто тем что диктует нам человеческое что-то а мы будем руководствоваться Божьим правилом аминь а если мы руководствуемся Его правилами соответственно и результаты будут не наши а Его слава Богу за это и также как бы так в подтверждение всего знаете Я когда читал недельную главу, читаешь параллельно какие-то места из всего Танаха, из Нового Завета. И для себя, для меня это было таким жестким, в хорошем смысле слова, подтверждением того, что все Писание действительно Богодухновенно. И в Новом Завете есть место такое, я его сейчас прочитаю, это Первое Послание Петра, третья глава, которая, по-моему, смело можно считать параллельным местом ко всей сегодняшней недельной главе. Кто вот читал всю главу недельную, тот вот сейчас поймет о чем я. Это третья глава Первого Послания Петра с 8 стиха. Наконец, все будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло. Аминь. Соответственно, руководствуясь Писанием и тем, что Бог вкладывает через Него в наши жизни, в наши сердца, и живя таким образом, мы, как праведные, будем всегда уверены в том, что лицо нашего Бога, нашего любимого Отца, оно всегда обращено к нам. И наша молитва доходит до Его ушей, и мы получаем ответы на наши молитвы. И тем самым происходит вот это понятие Тикун-Улам. Тем самым мир вокруг нас, он меняется. Люди вокруг нас меняются, и мы сами меняемся, и Божье Царство приближается. Аминь. И еще один такой маленький момент, и это напоследок, так, чтобы мы понимали, о чем, о ком идет речь, с кем же. Ну, хорошо, когда рядом красивый, пахнущий, сытый брат, который ничего не просит, с ним легко себя вести, вот так, как учит Писание. Спокойно, смиренно, ну, смиренно любить его за все его слова. Но недельная глава нас также учит некоторому такому моменту. И вот вернемся в 22 главу Второзакония. Это второй стих. Там описано вот о том брате, о котором мы прочитали уже, что «Когда увидишь вола брата твоего или овцу, не оставляй их». И дальше написано «Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их». И тогда возврати их ему. О чем здесь идет речь? То есть, читая текст, ну, я лично, читая текст, решил себе, что речь идет о братьях, конкретно каких-то близких, ну, хотя бы родственниках, там, дальних немного. То есть, их касается, что я должен, найдя его вола в беде, взять. Но, как мы видим, что речь идет не об этом, а речь идет именно о человеке народа твоего. То есть, о человеке, которого ты можешь даже не знать. И нам, верующим, это очень даже близко, согласны? Потому что у нас есть с вами, опять же, благодаря Богу и его усыновлению через Иешуа, у нас есть с вами огромная семья, у нас огромное количество братьев, сестер, которых мы в глаза не видели в своей жизни. И вот именно к ним Тора нас и призывает быть вот теми сострадательными, теми добродушными и любить тех, даже кого мы не знаем. И также, да, вот мы с вами, живя в городе, можем сказать, что мы, живя в Одессе, и люди, которые окружают нас, они наши братья, они из нашего народа, наши соплеменники, так сказать. И Одесса, непосредственно, это Украина, аминь. Вот. Украина, Европа и так дальше и тому подобное. То есть, к чему я веду, что независимо от того, кто вокруг вас, может быть, вы попадаете в среду, где одни неверующие, из другой национальности, других каких-то политических взглядов и тому подобное. Но, тем не менее, Библия и Бог, Он призывает нас быть и к тем людям так же снисходительными, как и Господь снисходительен ко всем нам. Он же не лицеприятен, Он не выбирал, кого любить, а кого не любить. Аминь. Он всех нас возлюбил. Но еще такой важный момент, как я считаю, что мы все с вами часть Божьего народа. Аминь. И мы не должны быть равнодушны к тем нашим братьям, к тому первенцу Божьему, который окружает нас в нашем городе, в Одессе, там, где мы работаем, учимся, находимся, к тем евреям, которые пока еще, к сожалению, страдают по одной самой такой большой причине. Потому что пока еще они не все знают Спасителя нашего Ишуа. И мы с вами, мы призваны к тому, чтобы не закрывать, не быть теми людьми, которые проходят мимо этой проблемы наших братьев. Не быть теми людьми, которые равнодушны к проблеме наших братьев. Аминь. И когда мы начнем, исполняя тем самым Тору, исполняя тем самым Божьи повеления, заповеди, не быть равнодушными, а участвовать в проблемах людей, которые нас окружают. Не только в нашей общине, не только в поместном собрании или в домашней группе, а взагали, в нашем городе, в нашей стране. Но, во-первых, как учит нас Писание, да, мы должны обращать внимание на проблему наших иудейских братьев. Потому что от их покаяния зависит скорейшее наше пиршество с любимым женихом. Аминь. Вот к чему я вел. Так вот, да, к тому, что мы с вами, да, творя Божью правду и занимая противоположную позицию вот этого вот проходить мимо проблемы, мы тем самым и производим вот этот хороший принцип тикун-улам. Мы изменяем этот мир, мы изменяем обстоятельства в этом мире своими молитвами, своими жизнями, своим примером. И то, что мы с вами, вот, чему, на мой взгляд, учит недельная глава, это мы не имеем права просто делать вид, что мы не замечаем проблемы других. То есть, только когда мы станем соучастниками и помощниками в этих проблемах, тогда весь мир изменится, вся вселенная преобразуется, и наш Господь, такой славный, такой прекрасный Ишуа, Он вернется на облаках в славе, и мы все вместе будем с Ним царить. Аминь. Аллилуйя. Благосвоение после чтения Торы. Благословен Господь Бог, наш Царь и Владыка Вселенной, давший нам Тору истину и жизнь вечную, внедривши в нас. Благословен Господь Бог, который дал Тору. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Арлилуйя. Аллилуйя. Царь.